У него кто-то перепутал тут всё. Вот он, третий, четвёртый. Второй, вот он видел, второй. Так, четвёртый. Сейчас посмотрим. Первый, второй, третий, четвёртый, пятый, пятый. Видишь, как оно всё? Шестой, седьмой, восьмой, девятый. Десятый, жёлтый, одиннадцатый, двенадцатый. Тут уже в твёрдом переплёте. Твёрдый, тринадцать, четыре, пятый, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать, один. Двадцать один. А какой же у меня двадцать второй, я не посмотрю, не могу понять. Это 20-й. А какой 22-й? Вот это стоит 22-й. Я что-то не могу его припомнить, как он выглядит. Вот это 20-й. 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, по 6-й, 27-й, с 8-й до 7-й, 30-й. Ну и Новые Заветы. Это оригинальнейшие у нас Новые Заветы. Видишь, со светными иллюстрациями Густаво Доре. Сколько больше года. И два года подготовка шла. Видишь как. И в третьем томе, вот, это третий том. Вот это первый, второй, третий. И в третьем, вот они, видишь, как все с закладками. С закладками. Это вообще. И в каждом томе своя закладка. Первая, значит, желтая. Вот покажу. Желтая, это как белая, как вот у Клага. Первая полоса идет. Второй у нас идет, это синяя закладка. Тут человек, только следователь может разобраться. И третья красная. Вот она красная. Третья нижняя полоса красная. Почему? А это заканчивается историей человечества. Кровь. И кроме того, что 230 иллюстраций Густаво Доре. Тут еще 10 из нашей классики. Очень интересно. Это Бояриня Морозова. Вот Помпея. Гибель Помпея Брюлова. Вот постриг. Иван Грозный убивает сына своего Ивана. Вот сельский крестный ход на Пасхе Перова. Вот здесь 10 получается. Явление Христа народу Иванова. И вот этот здесь Ипполит. Семиратский Христос в доме Марфы и Марии. Семиратский Генрих Ипполитович. И вот таких картин здесь 10. Вот еще одна. Это Никола Чудотворец. Спасает невинно осужденного. Схватился за меч. А Палач готов был отсечь. И Густаво Доре. Вот. Вот какие здесь иллюстрации. 230. Это нами раскрашено впервые. Нигде в интернете я не нашел. Вот зарядишь когда цветные иллюстрации Густаво Доре. И гугл сразу выводит на нас. Значит нигде больше этого нет. Чем оригинально это? Тем что нужные места я выделил. Видите как крупными буквами идет. Вот. Если мы посмотрим вот первый том. Он особенно много. Это 297 даю я комментариев. Вот за эти комментарии меня священники люто ненавидят. А ничего тут особенного нет. Вот. Комментарии. Я даю комментарии даже не на Евангелие, а на толкование. Видите как вот. Если где-то дается комментарий, то он другим шрифтом даже дается. И обязательно указывается. А ты говорит добавил. Нет ничего я не добавил. Вот она идет. Вот комментарий идет. И он прямо показывает что он в комментарии идет. Вот написано. Вот она. И Игнатий Латкин. И Л. Две буквы. И далее другой шрифт. И далее тонкой чертой подчеркивается. Вот где заканчивается. Проповедуйте. Будут ли слушать или нет. Эти слова я буквально вдавливаю. Большим шрифтом. Жирно. Ну очень заметно. И таких вот. Как называют их комментарии у меня. На три тома 297. Комментарий нет. На третий том. Ну там почти нету. Каждый том 752 страницы. Видите как. Каким золотом сделано. Вот здесь большую роль в издании сыграл. Тогда был он еще и романах Нафанаил Судников. Вот. Он набирал правильно. Вот это как подобрал. Какая корочка. Я не знал как. Я советовался с директорами издательств. Ну те тоже так не знают как. Но я выбрал наконец вот такое. Вот они все одинаковые. Вот это вот клише. Вот чтобы напечатать. Это все дорого. Только то чтобы сделать. Она какая-то. Бронзовая или какая. Я не знаю. 10 или 15 тысяч. Стой. Только то чтобы ее сделать. Это вот единственные книги. А всего издана у меня было 38 книг. И 5 из них переиздано. Вот это вот тоже издание второе. Три тома. Ну 38 и 5 книг переиздал. Они большим тиражом во-первых вышли. И я деньги собирал только на один. На одно издание. Потому что сразу посчитали. Трехтомник заворачивает стоимость за миллион. Учитывая то что у меня минимальная пенсия. Я ничего никогда бы не издал. Если бы не Господь Бог. Нашлись хорошие добрые люди. Вплоть до президентов компании. Все помогали. И вот эти книги. Вот три тома. Они просто были в подарок патриарху Кириллу. Президенту Медведеву Дмитрию Анатольевичу. И премьер министру. Теперь видимо он уже и президентом будет опять. Путину Владимиру Владимировичу. Сам я телевизор не смотрю. Но кто-то смотрел. И пришли мне и говорят. Мы там показывали библиотеку президента. Это Медведева. И ваши книги там стоят. Ну насколько это достоверно. Я подтверждать не буду. Но я посылал что. Вот трехтомник. Всем. Это и священникам. 125 священников. И вот это тоже переизданное. Для слова Божия нет ус. Это срез как бы нашей истории. Все из одних документов. Моя биография. А дальше как Потеряев устроили. Что видите как все. Все книги с круглением корешка. В Алтайском крае не издают. Это за пределами Алтайского края издавали. Видите она ламинированная обложка. Ну то есть эту книгу не стыдно поставить. И дальше в каждой книге 64 страницы цветных фотографий. Фотографии все почти наши. Мы ниоткуда не берем. У нас ворованного нет. Вот в лагере. Это у меня презентация. Книг идет. Профессор Семкин сидит. Это видно. У нас столько фотографий. Сейчас у меня в Mail.ru только. Ну обычно как. Ну человек на даче где-то с ребенком. У нас все разные. 3800 фотографий. Только в Mail.ru у меня. И 470 роликов. 470. Не то что мы бы нащипали откуда-то. А именно наши. Наши. Снимаем мы занятия. Богослужения. Пасху. Разные события. В деревне концерт. Это наши ролики. Снимаем. Конечно качество желает лучшего. Но все понятно о чем речь идет. Каждая книга. Я сейчас вот так вспоминаю. Как она мне далась тяжело. Вот. До. Восьмого тома. Это про монашество. Это еще помогал. Верстал. Судников. Теперь он Судников Николай Николаевич. Тут про монашество. А он монах. И он тут резко отозвался. О том что я говорю. И. Покинул меня. И дальше все вот это. Что дальше идет. С восьмого. Тридцать томов. Версткой занимался я уже сам. Версткой занимался. Набор полностью. Стихи. Три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений. По девять куплетов. Четырех строчных. Все это сам набирал. Так ориентировочно прикину. У меня получилось за восемь лет. Я за компьютером просидел. Более тридцати тысяч часов. Спрашивает. А как зрение то сохранил. Ну как я вижу. Где лошадь. А где корова. Господь сделал так. Я. Почувствовал. Что необходимо есть морков. И у меня два раза в день. На самой мелкой терке. Две морковки. Каждый раз. Ну. Конечно. Зрение. Сильно посадил. Но надо учитывать. Какое сокровище. Это. Все разные книги. Каждый. Вот. В мягком переплете. Это вот льняная обложка. Это тоже не просто так. Тут около. Я не знаю сколько. Около трехсот разных поэтов стихотворения. Мои стихи. Тут много-много. И ответ. Здесь я даю. На четыре тысячи. Сто двадцать четыре. Вопросы и ответы. Я вот сегодня один вопрос поместил. Так там. Бурю буквально вызывает. Это у вас такое вроде. Как прячете, храните. Такое сокровище. Мои отношения с какими-то людьми. Встречи. Беседы. И все на основании Слова Божия. Ну просто это надо посмотреть и посчитать. Человек вот не считал. Он не знает. Допустим вот о мусульманах. Что бы ни говорили люди. Они никогда не скажут то, что сказано здесь. Восемнадцатый том. У них над всеми цветами превалирует зеленый цвет. Она зеленого цвета издана. Вот. Пожалуйста. Так же 752 страницы. Вот открываешь только. Первое. Вот открыли. Том восемнадцатый. По благословению протеерея Акима Лапкина. Благощинного церкви Алтайского края РПЦЗ. А дальше. Вера. Библия. Коран. Весь Коран по сурам и аятам разбирается в сравнении с Библией. Здесь ни нападок не делается ничего. Все, что тысячу триста лет было сказано о мусульманах. Какие дела, какие люди высказывались. Все здесь сказано. Все. Их поэты. Теперь об евреях. Тоже мало положительных отзывов. Еврейской теме я посвятил четыре тома. Это вот двадцать третий том. Том двадцать четвертый и двадцать пятый. Евреи это золото. И у меня оно золотым. Видите каким. Ну специально уж я так делал. Как раз баловался. Мне хотелось, чтобы все об этом говорило. Вот. Никто не знает. Талмуд, талмуд. Это двенадцать томов. Вот он здесь разобранный. Талмуд. В сравнении с Библией. Там Шульхана Ру. Протоколы Сеомских Мудрецов. Все разобрано. Ну оно везде название такое. Во свете Библии. Вот уже книга двадцать третья. Вот открытым оком называется. И где вопросы и ответы во свете Библии. Если книги так поставить. Вот корешками. Одна к одной. Чтобы вот так вот. Это занимает. Один метр сорок сантиметров. Десятки библиотек получили в дар. Даром. Вот я за два года подарил. Книги уже на один миллион сто тысяч. Библиотекам. Конечно они большим спросом не пользуются. Но люди все таки считают. Почему это слишком серьезный материал. Представьте. Коран. И все что об евреях было сказано за 3600 лет. Да где ты такой материал найдешь. Я в одной библиотеке. Только что книги положил. А директора не было. Там заместитель принимала. Она зашла. У вас что-нибудь про старообрядцев есть? Я сразу руку протянул. Пожалуйста. Вот одиннадцатый том. Это про старообрядчество. Она сразу его подмышку. У меня доклад говорит по старообрядцам. Понимаешь как. Тут приходит человек и говорит. А я миссионер. Миссионер. Второй том. Вот он противосектантский. И у меня 50 лет стажу. Стажу. В миссионерской работе. Я знаю о чем говорю конкретно. Видите зеленая. Тут Ева идет. Каждая книга другого цвета. Вот до седьмого тома. Видите как оно сделано. По чистому фону корешка. Вот. По чистому фону корешка. Пишется буквы. Золотом. А уже с восьмого. Уже на затемненном. Пишется белым. Вот оно их как видно. И дальше только так будет идти. Все разного цвета. Одинакового цвета у меня их нету. Все разные. А вот уже с тринадцатого. В твердом переплете. И типографию в которой печатали. Кругление корешка делать не могут. У них нету. Тогда мне от директора передали. Он говорит уезжает в Москву. Эдуард Васильевич. Вот. И он говорит. Если будет он еще и сдавать. Это тринадцатый том был. То мы купим машину. Она где-то сто пятьдесят тысяч стоит. Я говорю. Я буду еще и сдавать. Вначале я думал. Что я сдам один том только. Один. А открытым оком называется. Открытым оком. Видишь как. Открытым. И кверху считать строчка. Не вниз. А кверху. Как у евреев. С последней страницы. Это первая. Я старался взор погорнуть туда. И вот. Первый том. Шестьсот вопросов. А мне вопросы. Я плоховато слышу. И мне вопросы задавали. Когда я вел радиопрограммы. Телевизионные. Преподавал я в пяти университетах. Несколько десятков школ. Все отделы милиции. Пять отделов. И еще и городской и краевой УВД. В тюрьмах и везде записки мне шли. Вопросы. И эти вопросы я сохранял. Я вообще такой. Плюшкин. Я люблю все сохранять. Поэтому у меня. Просто есть о чем сказать. Я когда стал отвечать. Вот сюда загнал шестьсот вопросов. Но потом я увидел вопросы. Люди считают. И говорят. Надо шире. Шире делать. Раскрывать. Ну шире. Значит шире я стал отвечать. Шире конечно. На занятиях я отвечаю кратко. А дома теперь я уже вооружен. Это на основании Библии. На основании вселенских соборов. Поместных соборов. Святых отцов. Жития святых. В ответах я употребляю. И кроме жития святых еще и патристика. Какие святые отцы что сказали. И человек который берет. Вот вчера там несколько раз было. Мы только коснулись. Это что вы все один написали. Это невозможно даже помыслить. Какие же там знания. У меня нет ничего. Я не имею никакого образования. Я так называемый технарь. Заканчивал строительный техникум. Теперь колледж. Но Бог так вот сделал. Дал. Я молюсь и у Бога получаю. Вот за стихотворение. Тут я не знаю сколько. Вот вчера ко мне зашли на Mail.ru. И там одна такая Валника. И она самая замечательная. Красивая. Там умная такая. В ней графа есть. И она выбирает людей. По годам. Год какой-то. И вот за 1939 я занял первое место опять. Она зашла и мне сказал. Но я пригласил ее в потерявку. Это уже кажется третий раз они меня берут победителем. Почему? По фотографиям. И пишет. Миссионер. Пятидесятилетний там стаж. И издал там 38 книг. Но надо не забывать что я перестал издавать. Для интернета. Еще с разгону. В горячах. Я еще три тома поставил. Точно. Сверстаные. Все сделано как надо. Оглавление. Все. Но. Уже я остановился. Я когда остановился. Получилось так. Стол. От края до края. И в два ряда. Точно. Под завязку. Прямо. Край стола. И точно там так как осталось. У меня одной книги некуда получить. Это просто Бог так сделал. Я про это не знал. Что так получится. Я сфотографировался с книгами. Эти. На фоне книг я могу сейчас даже. Посмотреть. Где то кажется у меня тут есть. Вот в этом месте. Сейчас я посмотрю. Я положил сюда книги. Поставил книги вот здесь. Под часами. Взял в руки часы. Поставил. Без пяти минут. Ну этим самым я как бы подчеркнул. Что время мое кончилось. Что я успел сделать то успел. Тут уже. Тут уже ничего не сделаешь. Сейчас я может быть даже найду. Эту фотографию. Вот она. Такая известная фотография. Вот она картина. Я сейчас даже посмотреть. К картине поставь. Вот она картина. И под этой картиной я сижу. Вот там часы. Я их снял. Взял в руки. Без пяти минут. Двенадцать поставил. Ну. А вот это сбоку. Это вот на столе. Вот они лежат книги. Вот откуда оно как. Вот вверху. Изображение. Иисус Христос. На Голгофе. Пал под крестом. Вот она эта картина. Это книги. Вот они лежат. Они общим весом. Книги. Тридцать один килограмм. И высота. Метр сорок. Я знаю почему. Потому что мне необходимо знать. Сколько места это будет занимать. Мы еще и на благовестие готовимся. В каждом селе. Благовестие наше. Думаю что увеличится теперь. В шесть раз. Мы выезжали на один день. И в каждом селе. Библиотеки. Ну сельские. Районные. Я дарю. И вот этот комплект. Одиннадцать тысяч. Семьсот шестьдесят рублей стоит. Ну. Одиннадцать тысяч. Это не на дороге валяются. Они поверить не могут. А библиотеки все бедные. Ничего у них нет. И вдруг такой материал. И прям другой раз. Я еще только книги сдаю. Ну. Они дают мне бумагу. Что мы получили в дар. Даром. Но обещается их сохранить. Люди прям сразу тут же их разбирают. Им настолько это интересно. Вот у меня есть один том. Такой. Опасный. Я называю его. Это двадцать шестой том. И я его на особый учет. Ставлю. И говорю. На руки не давать. Его сразу уводят. Здесь. Стихи. Двести. С лишним поэтов. За триста лет. Вот допустим. Мне вопрос задают. А я вопрос отвечаю. Не сам. То есть сам я тоже маленько там отвечаю. Немножко. Что об этом Библия говорит на этот вопрос. И что говорили поэты России. Начиная от Сумарокова. Державина. Ломоносова. И до самых последних. Которые как Евгений Евтушенко еще живут. Без Евгения Евтушенко. Поэта. Мне бы это не составить. Столько. Ну. Она почти вся из одних стихотворений. Вот вопрос. Который мне задают. И дальше. Ну. Я должен был знать. Двести поэтов. Это двадцать тысяч файлов. И кто. Что из них говорил. Дальше. Поэт. Местописание. Опять новый поэт. Опять местописание. Опять поэт. И шесть. На каждый вопрос шесть поэтов. Это настолько интересно. И как только кто-то имеющий дело к литературе. Получает эту книгу. Они сразу уводят. Уводят. И книги нет. И библиотеки меня спрашивают. Нельзя ли еще достать. Ну. Общий-то тираж. Вообще-то. Основной это по тысяче. Да какой это. Иногда спрашивают. А где же деньги-то брать. Все знают. Деньги огромные. Я тогда открываю. Вот. Примерно сказать. 14-й тонн. Я говорю. Считать-то умеешь? Вот. Считай. Написано. Автор приносит благодарность за спонскую помощь в издании книги Соколу Борису Александровичу. Президенту Объединенной Химической Компании Щелокова Азот. Видите. Как этого человека я не встречал. С ним знаком один священник. Он ему показал книги. Он сделал перевод. Эти деньги я в руках не держал. Ну некоторые держал. Но только на один день. Помогали очень важные люди. Как управляющие Алтайским Сбербанком. Как я его называю. Главный банкир Алтайского края. Речь идет о сотнях тысяч рублей. Которые они прямо доставали. И люди помогали. Или вот. Сделать негативы. Это тоже большие деньги стоят. Здесь генеральный директор Пургин Юрий Петрович. Он помогал мне. Я подсчитал когда все это. Он помог мне на 250 тысяч. Понятно что такими деньгами. Ну просто так люди не разбрасываются. Он полностью расположен был и помогал. Таких людей много. Как они нашли Бога. Вот 15 том. Это 74 свидетельства. Как наши люди. В нашей общине. Нашли Бога. Как они пришли. Нашли общину. Как они стали членами нашей общины. Вот. Ну по тематике. Любое что ты не спросил. Я тебе сразу скажу. О чем это говорит. Вот. Допустим 20 том. Вот. Это 16 том. Это песнопение. Много песнопения. Вот 20 том. Это мои интервью. Не интервью. А беседы с отцом Александром Менем. Очень известный батюшка. Трагический погиб. Неизвестно кто его зарубил. Вот наши беседы. Они были на магнитофон записаны. Я везде с магнитофоном по стороне ездил. И это все записал. Вот я говорю. Три тома. Подряд. Это про евреев. Евреев. Тут был один момент. На меня евреи хотели напасть. Но когда они все прочитали. Они отшатнулись от меня. Иные говорили. Ты пишешь так. У нас еврейка одна была. Да вы любого жида за поезд заткнете. За любого жида. Жида за поезд заткнете. Почему? Здесь ответ на основании Библии. Другие говорят. А жидовский прихвостень. Ты за евреев. Это неправильное мнение. Я за Христа. Но если этот народ благословенный. И его проклинать нельзя. И опасно. И ни один не останется без наказания. Как же я не могу. Я должен сказать. Но когда евреи не принимают Христа. Он их наказывает. Господь разрушает их. Рассылает по всему миру. Они не могут собраться. Это все описано здесь. По святым отцам. Кому он нравится или не нравится. Я никогда об этом не думал. Просто я обязан сказать людям правду. Это вот тридцатый последний том. Видите. Бумага везде милованная. Книги все сшитые. У меня ни одной книги склеенной нету. Нету. Ну эту книгу не стыдно просто. Посмотрите как они резко отличаются друг от друга. В любой библиотеке. Домашней. Как профессор Арсенкин сказал. Мою библиотеку домашнюю украшают книги Лапкина. Они не видом только украшают. А я могу абсолютно точно сказать. Что аналога и издания подобных книг нигде нету. Ну просто нету. Их не было. Сейчас начинает подражать уже. Ну к примеру. Вот я беру седьмой том. Просто показать хочу. Ты сюда наверное заедешь. Ну ладно там стой. Посмотри я сейчас покажу. Вот я пишу стихотворение. И вот каждая строчка указывает местописание откуда взята эта мысль. И мне сейчас говорят как красиво. И как это здорово. И как это надо знать писание. Вот откуда это взято. А сейчас вижу уже один другой третий начинает писать. Сегодня один мне материал подкинул и говорит. Я нашел материал такой интересный. Что там 719 правил православной церкви. Которые регламентируют ее жизнь. А 413 нарушается. Это 57 процентов. Вот это материал. Я говорю так это мой материал. Как ваш. Да я же его в интернете взял. Я говорю так его разнесли там. Я по частям покажу. Я 3 года посвятил канонам. Понимаешь. У меня не было другой жизни. Как говорится. Страсти как книги. Считать и набирать сознание. Учиться. 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 И дураком помрешь. Ну Бог. Позволил мне. Причислить себя. По милости Божией. К сынам искупленным. И поэтому то что вот Бог дает. Сегодня. Ну конечно. Многие говорят. Как так. Это мне вот через несколько. Через месяц. Полтора. Будет мне 73 года. А я ни возраста не чувствую. Ничего. У меня ни болезни никаких нет. Ни в разуме. Ни в памяти. Вот. Беседуем с баптистами. Вот тему избрали. Они приводят на память. Ну там открывает 4 места. О втором пришествии. Я не открывая Библии. 72 места открыл. Процитировал целыми пакетами. Ясно что. Взяли другую тему. По той теме я. Это 50 с лишним мест. По порядку. Выстроены. По диагонали. Или в обратном порядке. То есть в любом. Я прожил всю жизнь в этом. Это Бог дает. Это не мое. Конечно это и наследственно. У меня отец был очень памятливый пастух. И все это Бог позволил мне уместить сюда. Вот я встречаюсь с поэтами в литературном институте в Москве. Там Лев Ашанин такой был руководитель. И спрашиваю, а где вы такие темы берете? Это тысячи тем. Притом они все с двойным тройным подтекстом. Экстраполяция событий из одной эпохи в другую. Самое главное применение к сегодняшнему дням и конкретно ко мне. Вот у меня тройной иногда бывает переклад даже такой. Я говорю, я четкий беру в угол становлюсь, молюсь и мне Бог дает. Бог дает иногда долго не дает. Я еще вот когда окончил писать стихи года два назад, то рука еще порывалась иногда. Там есть такие наброски несколько. Я кое-как себя заглушил. Я ушел. Ушел и теперь я абсолютно ничего этого не делал. Это на старом жиру. Я оставил только форум и молитва. Больше ничего. Но уж форум и молитва, все что у меня было, время освобожденное, я бросил теперь только туда. Многократно, 10-18 раз в день на молитву и форум. На форуме я каждый день сегодня провожу 14-16 часов. Включая выходные и все. Почему? Там у меня друзей 3300, так называемых друзей виртуальных. Я вижу, люди обращаются, каются, исповедуются. Ну, находят путь жизни. Некоторые даже из сектантов. Я перешла к сектантам, а теперь, говорит, вас послушал. Куда я попал это? Я многое не отвечаю. Отправляю все на книги, на свои. А что отвечать-то, когда все это отвечено? Конечно, некоторые говорят, а как это? Не надбивает ли, не гордишься? А мне думать об этом некогда. У меня каждый день звонки, звонки. Помолиться, помолиться. Из Австралии, из Испании, из Англии, отовсюду. И местные. Все помолиться. И с каждым я сразу становлюсь на молитву. Молитва 3 святое и 100 поклонов. Только закончили молитву, опять звонок. В чем дело? У меня такая заготовка, я вцелаю. Мы молимся тогда, когда вы даете согласие молиться вместе. Готовы? Кто-то я на работе, не могу другого. Я не знаю, как я там подущил молитву. Хорошо, я остановлюсь, голову покрой платком. Ну, я там баптист. Да мне какая разница? Ты Богу молишься. Я ж тебя не зову к себе. У нас не принято звать. Идите ко мне, переходите. У нас это запрещено. Мы не вербуемы. К нам попасть, как писали в газете, тут председатель журналистов Алтайского края, кажется, такое его название, Тепляков Сергей, говорит, в отряд космонавтов. Да к Клапкину, говорит, попасть нисколько не легче в общину. Мы никого не тянем. Много, мало, у нас это не положено. Богу, чтоб человек служил верный. А он уйдет к баптистам. Ну, баптистам, баптистам. Пятьдесятик, это его дело. Но я ему рассказал заранее, что они не церковь. Они лучше нас. Они не пьют, не курят, но они не церковь. Церковь только там, где есть рукоположенные пастыри, епископы. Церковь мы называем кого? Католиков, старо-новых католиков. Православие, все юрисдикции православные. Там старообрядцы, имеющие священство. Григория на армяне. Копты и сирийцы. Все, вот пять. А остальное за пределами церкви. Это протестанты, как угодно называйте. А они никак не могут понять, что спасение, восхищение, все это в церкви. У них нет таинств. У них только воспоминания. А у православных это реальность. Вот у меня даже священники, вот сейчас встречи в епархии. Думаю, через две недели епископ местный, Барнаульский, Алтайский Максим. Дмитриев поедет к нам в Потеряевку. И опять мы там будут. И ролики уже стоят об этих встречах где-то. И они не могут понять, как так. Вы так критикуете священников, подрываете их авторитет. И одновременно говорите, без них нельзя. И в то же время как-то у них не вмещается. Они понять не могут. Я говорю, а как пророки делали? Они громили Израиля, ничего от них не оставляли. Но они были иудеи. Они были с колена Ливейна. Они были природные израильтяне. И они к филистимлянам не шли. Да, я знаю, православие ушло далеко-далеко. Но это церковь. Церковь со всеми ее недостатками, как Израиль. Церковь Христова это Новый Израиль. Людям как-то это непонятно. А у меня это все реально так, без натяга. Я просто верю. Я веровал, потому говорил. Так могу сказать. И на все ответы из Священного Писания. Это мое сокровище. Многое можно увидеть, что я делал. Начитал Златоуса, житья, это все можно переделать. Но ответить, вот как здесь отвечено, никто и никогда не ответит. Почему? Абсолютно точно. Чтобы вот это вот ответить и так жить, вот как наша община, я должен был родиться в старообрядческой беспоповской семье, иметь страх Божий с детства. Бог меня избавил. Я ни одного матерка не сказал за всю жизнь, ни одного. Я не знал женщин. Меня Бог в страхе держал. И потом я вдруг обрел церковь православную. Уже со священством-то. А обратился, покаялся. Ровно пятьдесят лет будет нынче, в этом двенадцатом году, двадцать сентября, у пятидесятников. Баптисты-пятидесятники объединены были. Да как это так? Так, но я ни одного дня пятьдесятником не был. Ни одного дня. Я у них получил Библию. И там я принес полное покаяние перед Богом. Будучи матросом на корабле, учился когда на штурмана там. Это Бог так сделал. И я к себе ничего не приписываю. И когда презентация книг была, только восемь книг вышло у меня. Но я сказал, это не мое, Бог дал. А потом выступал профессор Борис Васильевич Семенович.